Итак, по старой доброй нашей еврейской традиции, давайте возьмем карты и посмотрим, что у меня впереди. — Вопрос? — Да. Вопрос... Интересно. Сколько я буду жить? Такой вопрос. Жизнь, то есть здоровье. — Значит, давайте мы посмотрим, в чем смысл вашего вопроса. То есть, что вы хотите узнать? Вы хотите узнать, нет ли у вас болячки, которые вы не знаете, но она уже есть. — Сколько? — Я не отвечаю на такой вопрос, в принципе. — Я понял. Так. — Я один раз ответил на такой вопрос. То есть, когда пришла женщина и спросила, я хочу знать, сколько проживет мой муж. Я говорю, я не отвечаю на такие вопросы. Я вам поясню. Ему надо делать пересадку почки. Я могу быть донором. То есть, она говорит, что она может быть донором для своего мужа. Если он проживет хотя бы пять лет, я на это пойду. Если нет, нет. — Я посмотрел. Да, проживет. То есть, он проживет после пересадки. Да, проживет. Она пошла на это. Она стала ему донором. Я знаю, что пять лет он прожил. Потом, естественно, связи теряются с людьми. Но пять лет я знаю, что он проживет. — Хорошо. Я перефразирую вопрос. И первый, кто так мне отвечает. Но я тоже хитрый. — Да. — До отметки 72 лет. Почему-то все тарологи абсолютно, они дают мне выше 72 лет. Вот так как-то вместе сговорились все. И дают. — Хорошо хоть и по башке. — Хорошо, хоть и не прокуроры, а тарологи. Понимаете? — Так. Вот я достаю пять карт. Вы знаете карты? — Ну, конечно. — Шут, Звезда, Умеренность, Луна и Сила. — Последняя Сила. Так. — И Сила, да. У меня очень необычная колода. Я их медленно буду показывать. Значит, это колода магическая Таро Фредерико Леонелло. Тираж тысячи экземпляров. Издано в 80-каком-то там году. Очень редкая колода. — Я не знаю эту колоду. — Да, это очень редкая колода. Мне она досталась совершенно случайно. И я просто... — Поэтому будьте сами тратить, пожалуйста. — Да. Значит, смотрите. У нас нет ни одной быстрой карты. — Да. — То есть у нас нет карт, которые говорят однозначно «да». У нас нет карт, которые говорят однозначно «нет». У нас карты расположены в диапазоне между нулем и плюсом. То есть скорее «да», чем «нет». Это если брать чисто математический момент. — Теперь мы смотрим. У нас есть Луна. Я показываю вам механизм. То, что я делаю очень редко. Я объясняю, почему я так говорю. — Да. — На мой взгляд, это самое интересное в работе Тароа. — Абсолютно верно. Именно поэтому я всем и задаю вопрос. А главное, я же могу сам оттестать эту тему, потому что я немножко в теме. Поэтому мне очень интересно все ваши прихватные подходы именно тем сторонним. — У нас есть три карты с водой. У нас есть звезда, это умеренность и Луна. Значит, что мы можем предположить? Проблема с водой, проблемы с давлением, проблемы с тем, что вы пьете. Проблема какие-то с жидкостями внутри организма. Момент. Вы не задавали мне этот вопрос. И я не должен вам это говорить. Не должен в смысле не обязан. — Да. — Это раз. Ну и не должен — это два. Потому что вы меня об этом не спрашивали. — Так. — Это может быть информация, которую вы не хотите знать, вы не хотите ее слышать вообще. — Хочу сказать все, что вы видите. — Нет, нет, нет. Вы должны это сказать «до», а не «после». Или я должен вам сказать, что я тут вижу кое-что еще. Хотите ли вы об этом поговорить? — Да, конечно. О себе поговорить почему же нет. — Да. — Дальше. У меня лежит шут. Он заставляет меня предположить два момента. Первый — вы веселый человек. Ну, это очевидно. И вы человек, который не очень заботится о своем здоровье. — Оно по-разному бывает. Тут я бы так определенно не сказал. — Вы относитесь к вопросу своего здоровья легкомысленно, если верить этому раскладу. — Да. Так, окей. — Недостаточно серьезно. Не уделяйте должного внимания. — Ну, это да. Это правда. — Вот. С одной стороны, это банальная фраза, которую можно сказать 95% людей. С другой стороны, у меня лежит шут, который заставляет меня это сказать. Если бы у меня лежал император, я бы сказал, что вы достаточно серьезно подходите к этому вопросу. — Да, я понял. Все верно. Вы все правильно говорите, абсолютно. — Дальше. У нас лежит сила. Сила — это очень хорошее здоровье. Это внутренняя сила. Это не вот это, как у Шварценеггера. Нет, это внутренняя сила. То есть, ваш организм достаточно устойчив и стрессоустойчив, и вообще устойчив. То есть, он может выдержать большие нагрузки. Вы не злоупотребляете этими нагрузками. То есть, нет повешенного, нет башни, нет дьявола. У вас нет серьезных кризисов. По крайней мере, они не предвидятся. У вас нет такого чего-то там, каких-то ужасных вещей, которые с вами произошли раньше, и которые оставили след. Они могли произойти. То есть, вы могли удариться, даже сломать ногу. Но это не оставило след. То есть, если я, допустим, ударился, разбил локоть, у меня теперь болит, у меня там пошли какие-нибудь там гадости, которые на меня потом повлияли, оно бы отразилось. У вас нет такого чего-то ужасного. То есть, все вопросы связаны с жидкостями. Жидкости, вернее, эти карты — это не только жидкости. Это могут быть еще эмоции. То есть, физическое здоровье не вызывает проблемы, эмоциональное может быть. Могут быть перепады, могут быть депрессии, могут быть сомнения какие-то, может быть какая-то неуверенность, может быть еще что-то. То есть, для того, чтобы сказать точнее, нужно делать дополнительные склады. Это поверхностное чтение. И это все то, что не следует говорить клиенту, если он тебя об этом не спрашивал. Вопрос. Дотяну до 72. Ответ. Судя по картам, для этого нет никаких препятствий. Может быть дальше больше. Запас большой, но следует немножечко больше уделять внимание своему организму. То есть, вот то, что я вижу, и вот то, что я произношу. И второй вопрос. Можно еще один вопрос задать? Конечно. Потому что, ну, я хочу просто сравнить. Значит, конечно, шут сложная карта, она вообще неоднозначная. Очень сложная. Да, да, да. Я именно вот как бы… Но, вот понимаете, тут главное, как вам дается трактовка, как эта колода с вами разговаривает как бы, да. И она вот сказала вам вот так вот. В этом конкретном случае. В этом конкретном случае. В этом конкретном случае. Сейчас мы меняем случай вообще в противоположную сторону. Мое карьерное и финансовое состояние вот от сегодняшнего момента и вперед. Как долго? Десять лет. Ой, я гадаю на год вообще максимум. А, давайте на год. На год. Да. Потому что тут столько сейчас всего должно быть интересного. Здесь нужно уточнять. Значит, смотрите. У нас есть ситуация. Вот вы работаете на работе, и вы сами хотите уйти куда-то. Один момент. Вы задаете вопрос, будут ли у меня какие-то новые возможности, смогу ли я их реализовать. Это один блок вопроса. Второй. Вы боитесь, что у вас с этой работы вы, Аня, скажет, убирайся. Мы не хотим тебя уже видеть. Уволят меня. То есть, будет ли мой уход вынужденным? Придется ли мне там искать? Это второй подход к этому делу. Третье. Вы работаете на этой работе и получаете 100 рублей. Вы переходите на следующую работу и получаете те же самые 100 рублей. Ваше финансовое положение изменилось? Ваше карьерное положение изменилось? Я понял. Нет. Я просто хочу сказать, что это очень важный элемент гадания. Вопрос. Какой вопрос ты задал, такой ответ ты и получил. Угу. Угу. Значит, вопрос. Вот я сейчас планирую… Да. Я уже когда-то был достаточно популярным и известным артистом в Белоруссии. Вот. У меня была большая сцена. Так получилось, что я пять лет там проработал музыкальным продюсером Виктора Вуяча, Виктора Лукьяновича Вуячича, народного артиста Советского Союза. Я работал в Белорусском государственном коллективе «Милейны Песняры», одним из последних, кто работал с живым Владимиром Георгиевичем Улявином. У меня была своя сольная программа. И сейчас я планирую еще раз покорять этот музыкальный Олимп. Вот. Собрал силы. Это мой такой последний рывок Акела. Вот. Скажем. Написал песни. Вот. И сейчас очень сильно постараюсь вот это все дело сделать. Что у меня из этого получится? Стоит ли мне вообще это делать? Песни про батьку? Нет. Песни не про батьку. Тогда сомнительно. Но я в Россию собираюсь. То есть я в Москву сомнительно. А, про Владимира Владимировна. Песни про Путина. Да. Про Путина. Тогда не вопрос. Вот. Про нефтегаз туркмении, как говорится, про Путина. Вы меня поняли. Да. Значит, смотрите, что у нас выпало. У нас выпадает умеренность. Так. У нас выпадает дьявол, император, императрица. Не надо расстраиваться. Пока еще ничего не понятно. И Луна. Блин, меня уже бросает смутные сомнения. Я уже это все трактую для себя, конечно же, с минусом, но тут... Хуже всего, когда человек где-то там что-то начитался. Да. А вот что значит? А вот выпала смерть. Я умру. Ну, конечно, ты умрешь. Все умрут. Конечно, ты умрешь. Что ты переживаешь? Я тебя умоляю. Ну, может, не сегодня. Может, замуж. Ну, в данном случае выяснили, что у меня еще есть время. Да. Первая и пятнадцатая карта. Дьявол. С одной стороны, эта карта опасная. Но, с другой стороны, это шоу-бизнес. Да. Это шоу-бизнес. Вопросов нет. Хорошо. Дальше. Центральная карта Император. Это хорошая карта. Но она почти ничем не подтверждена. Нет карт успеха. Нет солнца. Нет мира. Нет колесницы. Есть только Императрица. Императрица это тыл. Возможно, у вас есть какая-то поддержка. Возможно, есть женщина рядом с вами, которая вам помогает или поддерживает. Возможно, есть какие-то ресурсы. Которые вам предоставили для того, чтобы вы могли это все сделать. То есть, богатая карта. То есть, с разным толкованием. Значит, но расклад замыкает. Умеренность и Луна. И вот эти две карты, они напрягают. Неправильное время. Неправильное место. Не до конца осознается, что, как, зачем, почему. Плохой расчет. Не плохой расчет, точнее, туман. Неопределенность и туман. И очень медленные, очень две медленные карты. Может быть... Подождать придется, да, видимо? Может быть, да. Не в этом году. Может быть, сейчас это не своевременно. Может быть, еще как-то там. Ну... Вот все тарологи мне говорят одно и то же. Все говорят, год этот не надо. То есть, мне сказали лучше, если уж очень так приперло, как говорится, лучше уж в следующем году, следующей зимой. Но, говорит, не сейчас тоже. Все сказали. Сейчас посмотрим. Да. Хорошо. Трудно опять карту иметь. Да. У меня друзья, которые вот давно со мной работают, их устраивает мой ответ, да или нет. Вот как у нас? Нормально? Да, нормально. Все. Хорошо. Угу. Так. Интересно. У нас выпадают очень интересные карты. Императрица, маг. Я буду показывать, да. Императрица, маг, башня, мир и снова дьявол. Значит, в вашем плане отсутствует скандал. Так. У вас будет скандал. У вас может быть скандал. У вас должен быть скандал. Башня. Взрыв. Да. У вас должен быть некий фейерверк. У вас его нет. У вас нет искры, изюминки, чего-то такого, что как пробку из бутылки вытолкнет вас наверх. То есть, тот путь, который вы себе придумали, тот путь, который вы наметили, он не обеспечивает… Медиален, да. Немножко. Да. Он… То есть, вот у нас комбинация, которая отвечает, что должно быть. Башня и мир. Успех через скандал. Успех через взрыв. Успех через… Не знаешь, что это должно быть. Угу. Вот тогда, да. Тогда это складывается. Тогда это делается возможным. Если бы мы просто глянули на башню, башня, дьявол, все, нет, даже не думай об этом, это безнадежная ситуация. Там другие карты есть еще. И в порядок мы возьмем, как они лежат, да, что с чем находятся. Да, что с чем. Это даст нам ситуацию. Может быть, песни, которые вы придумали, они не на той аудитории. Не так звучат. Там нет мотиков. Или там, наоборот, слишком много мотиков. Вот. То есть, нет чего-то, что взрывает. Понимаете, там несколько программ. Я написал два альбома. Совсем, совсем разные песни. И вот мне надо как бы понять, в какую сторону, грубо говоря, двинуться. Вот в чем момент. Понимаете? Никакой проблемы. Больше в шансон. У меня есть шикарный альбом шансона. Он такой, псовый шансон. Такой а-ля Стас Михайлов. Или все-таки это будут такие песни, типа, как у мистера Кредо, например. Да, то есть. Если бы я еще знал, кто такой мистер Кредо. Это который поет там про голубые глаза. Это который поет давай лаве. Песня была такая модная. Российский исполнитель. Значит, Стас Михайлов. Маг, луна, звезда. Кредо. Этот самый. Кредо это самое. Император, жрица и иерофант. Второй вариант. Чуть лучше первого. Оба варианта неплохие. Шансон, да? Или попса, получается? Кредо. Кредо. Я понял, да. К тому же он является моим продюсером моего трека, который первый сейчас должен выйти. И долго очень жду, пока это все дело так раскрутится. Но человек занят, у него сейчас куча концертов. Значит, все-таки, да, все-таки не с шансоном. Понятно. Все-таки именно вот тот вариант более попсовый. То есть более сладкий такой. Более... Стас Михайлов такой. Понятно. Блин. А я бы хотел шансон. Ну, ладно. Ладно. Понятно. Ну, что ж. Видите, вот конкретные советы. Карты конкретно говорят. Хорошо. Ну, ладно. Со мной закончили. Помыли мне костей. Нормально. Спасибо вам огромное. Да, пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо вам.